МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Что-то изменилось, и теперь мы ждем премьеру только летом 17-го. Почему? Многое на самом деле изменилось. И в частности, все это зависело от погодных условий Владивостока. Так как вы знаете, что и прошлый год у нас как бы лето, и в этом году такие... Ну, сезон не очень удачный получился, много дождливых дней. Вот. А нам очень хотелось показать Владивосток очень солнечным, красивым городом. Мы снимали в пасмурную погоду, мы начали снимать в пасмурную, хотели оперативно закончить, как бы, и сделать премьеру, как обещали. Но потом на постобработке, при монтаже мы увидели, что как не делать цветокоррекцию, как не вытягивай цвета, да, видно, что как-то все... Серо. А город хотелось показать солнечный. Фильм хотелось создать солнечный. Поэтому премьера задерживается. Мало того, еще есть такой фактор, как детство, да. У нас в фильме принимает участие два молодых человека, одному семь лет, другому десять. Начинали они съемки в шесть и девять, да. И в самый неподходящий момент у маленького героя выпали передние зубы, то есть молочные. Нам пришлось ждать, когда они отрастут. Мы предпринимали, как бы, какие-то попытки, да, там... Не открывай рот. Нет, поговорить со стоматологами, там, чтобы что-то сделали, сказать, ребята, пусть натуральные вырастут, и все будет хорошо. Это опять же задержка, сами понимаете. Вот, ну и практически... Вот сейчас опять нам погода. То есть мы снимаем последний... Вот буквально вчера мы снимали на пилоне Золотого моста. Вот у вас есть здесь на левом пилоне Золотого моста сцену, да. Летнюю сцену. Поднимались туда в теплой одежде. Там у нас танцует мама в белом платье красиво, да. И вот мы с нее снимали эту шубу. Она в белом платье босиком практически танцевала на высоте 226 метров. Вот тут же через несколько секунд мы набрасывали на нее теплую одежду. Изображали лето. Вот. И вот сейчас приходится... Практически мы последний месяц тоже вот снимали, снимали, снимали. То, что не досняли в Владивостоке, да. И сейчас просматриваем отснятый материал. Кое-где осень все равно присутствует золотая. Особенно со съемок... съемки с воздуха, с коптера. Там прямо вот красота неземная, но нам нужно лето. Поэтому мы и сейчас премьеру... Планировали предпремьерный показ в декабре, а премьера уже ранней весной. Скорее всего сдвинем предпремьерный на раннюю весну, а уже кинопремьера по стране лето. Лето. Из-за того, что придется переснять кое-какие кусочки, чтобы это было натуральное лето, а не золотая осень. А это первый полнометражный художественный фильм. Какой хронометраж? Ну, полтора часа классика. Классика жанра. Ну, может быть, чуть больше. А вот хотелось бы спросить, этот фильм, он просто про виды Владивостока? Просто восхититься красотой нашего города еще раз? Или все-таки в нем есть какой-то посыл? В нем есть посыл огромной любви к своему родному городу. Хотелось показать красоту его, выразить свою любовь, показать, как здесь живут люди на окраине страны, что живут они на самом деле не так плохо, как думают, может быть, там. И что они любят свой город, гордятся им. И город цветет, процветает, на глазах меняется в лучшую сторону. Ну, а интересны именно все-таки кадры, вот эти виды или диалоги, какие-то мысли? Нет, ну история, разумеется. Фильм – это прежде всего интересная история. А все остальное – это локации, в которых снимается эта интересная история. Но как-то просто, понимаете, нужно идти от истока, что ли, откуда зародился этот фильм, от чего он пошел. Тогда станет понятно, почему мы, скажем, снимали его не только в Владивостоке, но еще и в Сан-Франциско. А расскажите, почему вот? Ивану хочется слово дать. Ну, это ваши режиссерские звонки. Да, ну, помните, 12-й год, этот знаменитый саммит, открытие мостов в городе, ажиотаж. Город действительно красивый, на глазах прямо все изменилось в течение вот там трех лет. И мы, как и все владивостокцы, любящие свой город, сели в автомобиль в день открытия моста, я не помню, золотого, по-моему, и русского. И поехали просто смотреть свой город уже по-другому, другими глазами, как до этого никогда не делали. Ну, ездили, восхищались, красота, бопли, восхищение. Только один младший сын, ему тогда было три года, сидел, молча смотрел, что-то там все в голове кубатурил. Мы спрашивали, Сеня, тебе что не нравится? Смотри, как красиво, он нравится, хорошо. И когда мы уже уставшие, обессилевшие от этих восторгов возвращались назад и проезжали через Золотой мост, через тоннель, возвращались домой, и когда объехали в тоннель, он увидел темлякающую лампу подсветки тоннеля, и вот здесь его прорвало. И он крикнул, смотрите, как красиво! Ну, мы, естественно, посмеялись, а фраза запала. И буквально через полтора года родился сценарий, отталкиваясь от этой фразы. Ну, просто как бы наш город, история в нашем городе возможна была, но немножко, ну, как это сказать, господи? Пошел процесс, захотелось... Мысли столько в голове, понимаете? Я понимаю. Я хочу сказать о том, что есть два прекрасных города на обеих сторонах Тихого океана, Владивосток и Сан-Франциско в Калифорнии, в Америке. Мне посчастливилось побывать до 2012 года в Сан-Франциско, и все сравнивают эти города, все считают, что они города-побратимы, на самом деле это не так. И вот мы как бы решили сравнить эти два города, действительно, все их сравнивают, но никогда никто этого не делал. И вот как бы наш фильм, это еще сравнение двух городов. Мы не сравниваем наших жителей с американцами, мы сравниваем просто города, но история у нас переместилась из Владивостока в Сан-Франциско и затем вернулась обратно. То есть вы снимали в двух городах, то есть во Владивостоке и в Сан-Франциско. Иван, теперь вопрос к вам. Какие сложности как у оператора были у вас? Где было сложнее снимать, здесь или в Сан-Франциско? Ну, сложнее снимать, это сложный вопрос. Везде были свои трудности. В плане, допустим, красоты в Сан-Франциско, у него есть небольшое преимущество, так как он, город для меня был новый, неизвестный, я видел много интересных каких-то ракурсов, то есть мне все было интересно. Я мог увидеть какую-то необычную красоту, сказать, вот да, вот это круто, давайте здесь снимать. Можно мешаться? Извиняюсь, Ваня. Самое главное, ну не свойство, а Сан-Франциско, это постоянство погоды. Калифорния, стабильная погода, ты четко знаешь, что солнце встанет во столько, это будет так, день будет так, здесь оно будет здесь, и будет постоянно солнце. Мы там практически за месяц сняли все, что планировали снять. В принципе, в этом плане было легче. Абсолютно, это не наша погода. Здесь мы ловим эту погоду, каждый денек солнечный выхватываем, да? А сложности? Ну, сложности. Нельзя было с собой взять очень много оборудования. Взяли все самое основное, приходилось как-то ухитряться, снимать тем, что есть. Делали самодельные крепления для машины, очень много съемок с машины, с капота, через машину, через лобовое стекло. То есть просто на обычные присоски, цепляли камеру, снимали. Это что касается Сан-Франциско. Погода, да, как уже сказал Владимир, там была прекрасная. Мы каждый день, каждый день в течение месяца ездили на съемки. Здесь же у нас в городе, конечно, наверное, да, это была самая большая сложность, погода. Она и сейчас. Она постоянно меняется. То есть смотришь прогноз, вроде все хорошо. Выезжаешь, приезжаешь на место, поползли какие-то тучки, солнце скрылось, освещение изменилось. Но это погода. А вот были что-то, что нужно передать и прямо на это сделать упор? Что главное было зафиксировать видеокамерой? Вот мне нужен был кадр. Мне нужен был кадр, вот обязательно, что машина, въехавшая здесь в наш тоннель с золотого моста, выезжает из тоннеля. Вот она прямо выезжает из тоннеля, мчится по шоссе, и камера, чтобы поднималась. Опа! А здесь Golden Gate Bridge, вот этот красный мост, Сан-Франциско. То есть вот этот эффект неожиданности. Но этот кадр нужно было снимать из тоннеля. А это хайвей. Там, если ты хотя бы на одну минуту останавливаешься, больше одной минуты останавливаешься, припарковываешься на хайвее, тут же к тебе подъезжает патруль. И решает проблему, как тебе убрать, либо помочь и так далее. А нам нужно было подъехать к этому тоннелю, выбросить Ваню из машины, чтобы он бегом поднялся. Пособки, на который ничего не растет. На этот тоннель, и там установить камеру. А это как бы объект, ну сами понимаете, охраняемый объект, как это сделать. Удалось? Вот такие сложности. Мало того, я его дважды туда... Дважды, не трижды? Трижды. Кроме того, ладно, про машину рассказывать не будем. Пусть это будет... Давайте еще про... Вот слышал, вы там 20 дней, получается, были в Сан-Франциске. Чуть больше. И за каждый день вы должны были платить 300 долларов. При условии, если бы мы взяли с собой всю аппаратуру, которая нам необходима, вот, да, то есть мы должны были за неделю до дня съемки или до дней съемки подать заявку в округ Сан-Франциско, да, на право съемки, на получение права. И заплатить за каждый день съемки 300 долларов. А разве не так, что приехал, ну и снимаю, где хочу? Может, это просто любительская... Нет, если у вас фотоаппарат, как бы, и что-то типа, если у вас нет штативов, там, таких монументальных, нет, там, обвеса для... Ну вот вы правильно сказали насчет любительской съемки. Да, мы маскировались под любителей. То есть мы маскировались, да. Все. У нас из основных камер это были зеркальные камеры Canon, 70D и 5D Mark III. И, ну, они не выглядят, как большие кинокамеры, которые там с плеча снимаешь. И обычная фототренога. Это основное оборудование, которое мы использовали большую часть времени. Мы просто ставили эту треногу с фотоаппаратом на ней. Мы не привлекали никакого внимания, поэтому... Аксеноги сэкономили? Ну ахи Кэнона, они, они как бы позволяют снимать в отличном качестве. И в итоге сэкономили или все-таки так и заплатили? Нет, нет, мы не заплатили. Мы это не заплатили, слава богу. Замаскировались, как Ваня говорит. Да. Замаскировались. Но вообще на будущее кинематографисты, кто хочет снимать в Америке, это в обязательном порядке. Но на эти 300 долларов вам выдадут толстого полицейского с пистолетом, и он не позволит никому войти на локацию, где вы снимаете. А тут нам приходилось, как бы, мы не имеем права в общественных местах города, да, там людей останавливать. Стойте, мы сейчас будем тут снимать, все огораживать. Сразу опять надо маскироваться. И вот нам приходилось снимать кучу дублей, бедный Ваня, кучу дублей, чтобы не попадали посторонние люди. Да, потому что в Америке с этим строго. Сейчас давайте вот на этой строгости прервемся на короткую рецепту. Да, закон есть закон, да. И дальше поговорим про актеров, про съемочную группу, и как все-таки, и когда можно будет посмотреть фильм. Сегодня мы говорим про первый полнометражный художественный фильм о Владивостоке, снятый в нашем городе. Смотрите, как красиво. И в гостях у нас режиссер и оператор этого фильма. И хотела вас спросить еще про актеров. В вашем фильме снялись непрофессиональные актеры? Да, да. В нашем фильме снимаются только непрофессиональные актеры. Это двое моих сыновей, не актер, мама, не наша мама, не настоящая. Просто вот мама, да. И вы. Я, да. Но я в силу профессиональной необходимости, то есть, я объясню, почему позже. И еще Илья Логутенко, он у нас снялся в фильме, в интересной роли. Вот. А почему я тоже снимаюсь в этом фильме? Потому что играю папу этих двух своих детей, да. Это было связано с производственной необходимостью поездки на съемки в США. То есть, во-первых, на месяц никто своих детей не отдаст постороннему человеку. Даже если отдадут, это очень большие сложности для их вывоза из страны. Вот. И затем я на себя не мог взять такую ответственность за чужих детей. И плюс, как бы, как режиссеру мне с ними необходимо было работать на локациях, на съемочной площадке. Но это была изначальная задумка непрофессиональных актеров взять? Да. Или это как-то так получилось? Ну, оно сложилось. То есть, вы знаете, что дети, по сути, и животные, это самые профессиональные актеры. Их даже учить не надо в высших учебных заведениях актерству, да. Их снимать одно удовольствие. Ну, а как бы, я уже шел пристежкой. Не знаю, как их папа, хотя реально их папа. Вот. Илья дал добро Логутенко. А он кого сыграл? Он сыграл, ой, трудно назвать. Он у нас проходит в нескольких, так сказать, именах, что ли. Ви до этого выражались, как Чеширский кот у нас в фильме. Ну да, он такой, знаете, как улыбка Чеширского кота. Но это вот сам Илья такой, он в этом плане, да. Он как бы у нас появляется и исчезает. Я не буду рассказывать, суть. Ну, человек с гитарой. Моряк. А, моряк с гитарой больше. Как бы моряк. Для того, чтобы узнаваемый образ? Или? Нет, это человек, который как бы, ну, во-первых, он привлечет к себе, привлекает к себе внимание. Он сам по себе очень интересен, как актер, хоть у него нет актерского образования. Вообще, я восхищаюсь им искренне. А еще я знаю, его талантом. Илья Логутенко дал вам такой полный карт-бланш на использование своих песен, любых. Совершенно верно. И при этом вы сами написали музыку. Весь саундтрек-фильм, да. Да, саундтрек-фильм, который называется «Шляпа». И потом, еще шляпа, ну, во время съемочного процесса появилась на доме нашего Приморского Арбата. Почему такое внимание к шляпе? Что это значит? еще один из героев нашего фильма это шляпа. Смысл в том, что, как бы, никогда не будьте шляпой, замечайте чудеса. Это строчка из песни. И вот эта шляпа, она у нас пишется в процессе, в начале фильма, она прямо на этой стене. Мы снимали, делали это панно на стене. Спасибо Павлу Шугуру и его группе 33 плюс 1, они вот все эти опорные стены. А почему шляпа? Почему шляпа? Ну, шляпа. Она проходит через весь фильм. Тоже, понимаете, если я сейчас расскажу, это мне интересно будет смотреть. То есть это как герой? Да, герой, этот герой, она срывается с этого панно, она улетает, в конце фильма возвращается. То есть тут много, много того, что лучше не рассказывать. То есть шляпа связана именно с чудесами? Это герой. Мало того, у нас один еще из самых главных героев это Чайка. Чайка, Чайка, которая помогает в итоге героям выбраться из Америки. Они же туда попали, а как назад, то есть эйфория прошла к вечеру, да, еще один красивый город, а как вернуться назад? Они приезжают через тоннель и все равно они в Америке. Чайка им подсказала. То есть очень много такого. Я про Илю не закончил, извините, то Чеширским котом тут, Ваня. Улыбка Чеширского кота, а не Чеширский кот. Я им искренне восхищаюсь, потому что человек талантлив. Если человек талантлив в чем-то, он талантлив во всем. Я просто вот вспоминаю съемку последнюю, когда он прилетал сюда на фестиваль. Верокс. Верокс, да, на два дня. Естественно, эти два дня у него были расписаны поминутно. Вот. Для нас, естественно, там не было места. Вот. Он летел из Лос-Анджелеса, прилетел из Лос-Анджелеса, мертвый, упал поспать там пару часов. И, тем не менее, приехал в сквер городов-побратимов, где у нас локация была, и снялся с нашим юным героем. Это была вторая съемка. Даже упадок сил. Понимаете? То есть... Причем по нему не было видно, что он только что не выспавшись, а только что куда-то прилетел. Сидит уставший человек с гитарой, мотор. Все, просматриваем идеально, с первого раза. А вот еще знаю, что вы снимали фильм и на свои деньги, и вашу идею поддержали материально наши жители, жители Владивостока. Да. Кто вас поддержал? Откуда вы собрали 5 миллионов, если я не ошибаюсь? Ну, еще не дособрали, но... Наших партнеров можно поделить на три группы. Первая группа – это партнеры, которые принимают участие безвозмездно, можно сказать, в процессе, в производстве фильма. Вторая группа партнеров – это как раз кто инвестирует в нас, кого мы, естественно, заинтересовали, и они вот инвестируют в этот фильм, в этот кинопроект. И третья группа – это как бы государство, будем так говорить. Так вот, если говорить о производстве фильма, то здесь у нас как бы партнеры основные. Это Высшая школа телевидения в ГУЭС, это Фотон-Л-компания, которая предоставляет аппаратуру съемочную, и компания Video Garage Films, это вот воздушные съемки и прочее, уникальные ребята. Что касается партнеров, которые в нас поверили и инвестируют, это и частные лица, и компании. Если говорить о частных лицах, то это Кузнецова, например, Светлана Александровна, А остальное, это как бы идут компании. Это Дома Дом, это в нас поверили две корейские крупные компании, это Samsung Electronics и Latte. То есть, у нас это и отель Sunrise, и клиника доктора Иллистратова, и шоурум Сундук, и торговая марка Серебряная, и сеть фитнес-клубов World Class. В общем, такая у нас медицкая реклама получилась. Их только поблагодарить, что люди, компании откликнулись. А еще вы снимали фильм о фильме, наверное, больше к оператору, теперь вопрос. Когда он выйдет, что в нем, почему его тоже нужно ждать? Ну, в нем будут самые интересные моменты со съемок фильма, то есть, например, был момент, когда нам нужно было снять закрытие багажника машины изнутри багажника. Просто ставить камеру неудобно, свои неудобства, по ее настройке, по слежению за ней. Я залазил в багажник машины и лежал с этой камерой, снимал, как закрывается багажник. Страшно было? Изображал чехол гитары? Нет, коастрофобии нет. Но, в принципе, страшно не было. Мужчина была хорошая, багажник большой. Страшно было на тоннеле. Да, страшно всего было. Внизу там патруль на тоннеле вязал. А Ваня там сидел сверху с камерой. Это туннель наш? Нет, это нашим элементарно снимать. Да. Никто не подойдет. В Сан-Франциско, когда мы первый раз подъехали к этому туннелю, я забирался на него для съемки, Владимир остался в машине стоять, ожидать сигнал. У нас были рации, то есть я как забрался, был готов, должен был ему сообщить, он поехал развернулся бы. Но в этот момент к нему подъезжает патрульная машина, а у нас на машине для съемок мы использовали русские номера. То есть еще и номера, не американские. То есть мы все, мы готовы в тюрьму. Патрульная машина подъехала, начала задавать много вопросов. Я сижу, я спрятался, кустиков никаких нету, голые камни. Я просто сижу, спрятался за треногой, благо высота, видимо, позволяет. А еще там есть понятие neighborhood watching, то есть соседи следят, да? То есть там любой американец увидит, например, его сидящим, там тут же из машины звонит и прилетит еще, прилетят еще. Смотрят, патрульная машина стоит, все, значит, никто уже не звонит, Ваню не видят. Слава Богу, а так вот там нас... Благо, благо, нашему проекту, МИД России дал официальный статус федерального. Почему? Потому что мы в своем фильме как бы позитивно рассказываем о городе, показываем туристическую привлекательность Владивостока, а благодаря тому, что они дали нам такой, как бы, статус, Генеральное консульство США выдало нам дипломатические визы. Мы были защищены. Вот, поэтому, как бы так, ну, немножко вольно может себя вели, нагловато по-русски. А где, значит, мы выяснили, когда ждать? Это весной будет предпремьерный показ? летом премьера. Где будет показывать? куда идти? мы планируем. Ну, здесь, я не знаю, здесь, как бы, скорее всего, в известной сети кинотеатров, я не буду пока называть, да, по Приморскому краю мы проведем акцию, мы делаем киноавтопробег, везем свой фильм во все крупные города Дальнего Востока, вплоть до Сахалина, да, и там устраиваем городской праздник, смотрите, как красиво, где выступают те команды, которые принимали у нас участие в фильме, у нас не только группа Мумитролича играет там, у нас играет группа Марлины, это сегодняшняя визитная карточка города Владивостока, группа, и вот, как бы, команда, команда моя, скорее всего, команда, которая будет играть эту шляпу и так далее, и вот мы в такой концертной бригаде будем ездить по городам, делать премьеру фильма, рассказывать встречи со зрителями, с актерами, непрофессиональными и так далее, а с западной стороны наши партнеры, прокатчики, будут, как бы, двигать, ну, об этом тоже пока. Ну, то есть, по Приморскому краю будет фильм транслироваться и по России? Да. А почему, то есть, понятно, что наши люди по-любому пойдут смотреть, даже не сомневаемся, этот фильм будет интересно посмотреть виды Владивостока и наш город, вот, сняли, он попал на экраны, а почему фильм будет интересен жителям других городов? А потому, что есть интересная история в этом фильме, самая главная эта история, еще раз повторюсь, да, даже не сам город, сам город, это большая красивая локация, эти города, вот сама история начиналась, которая с фразы смотрите, как красиво, она переросла, ну, на мой взгляд, в очень интересную историю и она еще переписывается в процессе монтажа, она опять же переписывается чуть-чуть, ну, в лучшую сторону, вот, я думаю, мы об этом будем говорить, будем перед, перед премьерным показом, позовем прессу, еще раз, расскажем, вас пригласим. А что в этом фильме такое, он вдохновляет, эта история? Эта история, да, эта история, она и вдохновляет. Может быть, вы расскажете, о чем она, она хоть немножко... Ну, а мы уже, по сути, об этом рассказали, что мы ездим по Владивостоку, любуемся его красотой, встречаем интересных людей, горожан, друзей, общаемся с ними, там происходят такие, ну, не просто диалоги, а все это как раз выстраивает всю эту историю. Затем мы с русского острова, на русском острове мы стоим на утесе, на берегу Тихого океана, да, и дети узнают, что на той стороне Тихого океана есть город, который, очень, говорят, похож на наш. И вот они интересуются, как туда можно попасть? Еще про конкурс хотела вас спросить. Дальше фильм куда-то пойдет, на какие-то фестивали, конкурсы? Ну, мы планируем, да, фестивальную жизнь нашего фильма обязательно. Куда? Куда? Наверное, еще рано, пока говорить. Рано об этом говорить, у нас есть серьезные планы на этот счет, я думаю, об этом лучше сказать весной, весной, потому что, если я сейчас озвучусь, оооо, но на довольно серьезные фестивали, на довольно серьезные, вот, это не сама цель, но, я думаю, что это позволит нашему фильму обрести более широкую аудиторию зрительскую. И, может быть, мы даже увидим их на экранах телевизоров, фильм. Это тоже в итоге планируется, да, вы просто вот, наш бизнес-план, нужно подождать. В общем, нам нужно терпение и ждать, опять-таки, с нетерпением фильм, смотрите, как красиво, предвкушать эту красоту. Спасибо большое, что пришли к нам в гости, что рассказали про ваш замечательный фильм, и теперь мы знаем, где его смотреть, когда. Спасибо, что пригласили вам. Спасибо. Первый полнометражный художественный фильм про наш город можно будет увидеть уже совсем скоро. В нем нет ограничений, он музыкальный, приключенческий и, что самое важное, семейный. Поэтому наслаждаться красотой Владивостока и Сан-Франциско можно будет всей семьей. Это была программа «Время говорить». С вами была Ирина Мокрецова. Увидимся на Восьмом.